Новости на Хабар 24. Мы продолжаем рассказывать о самом важном к данному часу в студии Батако Саркулова. Здравствуйте. В больнице Магастаусской области скончались два человека, пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Жанаузене. Один из них, 51-летний мужчина, получил 70% ожога тела и находился в реанимации на ИВЛ. У второго, которого вытащили из-под завалов, пострадали ноги. Обоим были проведены операции после консультации с иностранными специалистами, но, к сожалению, пациента спасти не удалось. Напомню, ЧП произошло уже на Узене больше 10 дней назад. В многоэтажке взорвался газовый баллон. В результате обрушился один подъезд. Ранее сообщалось о 4 погибших и 13 пострадавших. Проведем работу над ошибками и впредь постараемся не допускать нарушений. Так прокомментировал результаты проверки руководитель компании «Узенный газ». Напомню, накануне стало известно, что ревизоры выявили на предприятии факты фиктивного трудоустройства и ряд других нарушений, в том числе трудового законодательства. Некоторым работникам задерживали пенсионные отчисления, не обеспечивали их спецодеждой. Представители предприятия говорят, что дождутся окончания проверки, после чего проанализируют ситуацию и примут меры. Напомню, сейчас в Жанаузене работает специальная комиссия, которая приехала в регион для инспекции нефтяных и нефтесервисных компаний. О некоторых нарушениях, которые выявила комиссия, нам известно. Мы сами предпринимали по ним меры. Вообще, если провести ревизию, то нарушения в любом случае найдутся, так как лично я не видел предприятий, в которых все было бы идеально. По окончанию проверки мы получим акт, после чего нам предстоит бороться с последствиями выявленных нарушений. Ряд объектов в Астане введен в эксплуатацию с грубыми нарушениями пожарной безопасности. В частности, внутри дворов очень узкие проезды, из-за чего в случае ЧП спецтехника не сможет добраться до очага возгорания. Так заявил глава МЧС на встрече с жителями столицы. В качестве примера Юрий Ильин привел недавний случай в одном из ЖК. Когда пожарный Оскар Избекулин ценой своей жизни вызволил людей из огня. Вместе с тем, Юрий Ильин отметил, что для защиты населения необходимы кадровые ресурсы. В этом году, по его словам, дополнительно увеличен штат спасателей, пожарных и врачей. До конца года в стране планируется строительство 18 пожарных подразделений, в том числе двух в Астане. Обновится и парк спецтехники. Будет закуплено более 260 единиц транспорта. А в Кустанай намерены застроить сразу три новых микрорайона. Их детальная планировка сейчас на стадии разработки. Но с этой инициативой властей, согласно не все жители, против выступают владельцы частных домов в центре города. Почему, расскажет Артем Грапов. Два месяца назад стало известно, что в Кустанай появятся три новых микрорайона. Керемет, Мерей и Арай. В границах последнего, согласно плану детальной планировки, дома вот этих людей. Инициатива местных властей им явно не по душе. Об этом они дважды говорили на общественных слушаниях. Теперь вот на встрече с журналистами. Владельцы частного сектора на объезде в город не хотят становиться жителями микрорайона с высотками. Здесь сестра за месяц, до первых слушаний, скидывала генплан. Там было вообще все по-другому. Было больше под коммерцию половина. Они сейчас что сделают, мы это уже точно знаем. Они вот эти сейчас первые дома отхватят, подстроят. А потом, а нам-то не надо школа, Мерей, не нужно ни школы, ни садики. Нам ничего не нужно. Они потом либо торговый центр туда вбабахнут, или еще что-нибудь. В этот район Марина Борлиц переехала два года назад. Дом в 2009 году ее сын построил. Своё жилье Марина Ветхим не считает, поэтому и не хочет его покидать. Как вот нам быть? Мы старались. Мы от государства ничего не просили. Мы сами строили, сами развивались. В очередях не стояли на квартиры. И вот сейчас нам по 60 лет, и уже где мы на эти деньги развиваем, что-то купим уже. Ну, настолько вот окраин развивает. Устанай-2, узкая колея, киевские, колесные ряды. У нас столько можно кунай до ума доводить. Ну, и всем интересен этот квадрат. По словам горожан, для застройки в центральной части Кустаная есть и другие места. Например, в районе фабрики Большевичка. Там дома намного старше. Именно в том месте законодатели Маслехат и предыдущие проектировщики запланировали в первую очередь ПДП. Но на самом деле сейчас идёт подмена понятий. Вместо того места решили почему-то зайти подальше, в самый центр. Там, где всё нормально с жильём. Свой интерес к новому месту чиновники объясняют так. Город должен развиваться и расти ввысь на магистральных улицах. Именно поэтому принято решение о многоэтажной застройке в новых микрорайонах. Реализация данного ПДП никак не ущемляет конституционные права жителей. То есть, если для строительства многоэтажного жилого частными застройщиками в случае несогласия продажи жителями своего имущества, они имеют право оставаться проживать данными имуществами. Если же они согласны, то на договорной основе с частным застройщиком сами уже оговаривают сумму условий продажи имущества. А вот государство изымать участки горожан здесь пока не планирует, только если земля понадобится под строительство социальных объектов. Но это, подчеркивают чиновники, перспектива далёкая. Между тем, жители будущего микрорайона Арай намерены отстаивать свою позицию в суде. Артём Грапов и Сергей Тартенберг, Костанай, Хабар, 24. Из четырёх водогрейных котлов ТЭЦ города Лисаковска в Костанайской области только один в нормальном состоянии. Изношенность трёх других от 60 до 80% заявили на предприятии. В этом году коммунальщики планируют провести частичный ремонт, восстановят один котёл, на работу потратят 827 миллионов тенге из бюджета. Тепловики разработали комплексный план, согласно которому ежегодно проводят ремонт. Главное, чтобы финансирование поступало без перебоев. В противном случае следующий отопительный сезон может оказаться под угрозой срыва, заявили представители компании. Вторая половина, скажем так, после Нового года прошла напряжённо, отопительного сезона, потому что котлы уже старые, то есть приходилось, бывало, что в неделю останавливают по два раза. Переходили со второго на третий, с третьего на второй, то есть проблемы уже были. Ну, город этого не ощутил, конечно, потому что у нас есть резерв, но ремонт необходимо делать. За 60 километров в аптеку ездят пенсионеры из посёлка Первомайский на востоке Казахстана. Больше полугода сельчане добиваются открытия фармацевтического киоска в местной поликлинике. Социальные лекарства в населённый пункт привозят на попутках. Местные жители выстраиваются в очереди за медикаментами. Ситуацию со стороны увидел Вячеслав Итлугин. В посёлке Первомайский больше полутора тысяч пенсионеров. Это треть местного населения. И с такой демографией здесь сложился лекарственный дефицит. В сельской амбулатории нет аптечного киоска. Как уверяют местные жители, социальные лекарства в рамках объёма гарантированной социальной медицинской помощи в эту амбулаторию привозят крайне редко и порой на частном транспорте. Именно поэтому здесь скапливаются вот такие внушительные очереди за необходимыми медикаментами. Скажите, пожалуйста, вы лекарства давно ждёте? Ну, как, не всегда давно. Бывает и по часу, по два, и по три. Вы идёте и как? Очередь занимать? Я уже заняла в 8 часов утра. Вот, это с 8 часа утра, и вы будете сейчас в 12 здесь сидеть, да? Пенсионерам только и остаётся терпеливо ждать доставки лекарств. Некоторые на личном транспорте ездят за медикаментами в райцентр Шамонайху. А это 60 километров в один конец. Однако нет гарантии, что все необходимые социальные лекарства есть в наличии. В Шамонайх согнали людей. И там просто люди дрались. Это что такое? Это за лекарства? За лекарством. Вы понимаете, человек приходит за лекарством, отстоит здесь. Придёт в 8 часов, потом в 12 они приедут, значит, это сам, он стоит. Потом ещё дозировка здесь не та. Вот, типа бумаг. Здесь Антикор, Облздрав, Министерство здравоохранения. Нина Токмина достучалась до высшей инстанции Минздрава. Оказалось, первые руководители ведомства знают о лекарственном дефиците в небольшом посёлке на Востоке. Когда фарм-контроль проверку сделал, значит, мы всё надеялись, объявление, что каждую среду будут привозить лекарства. То есть, значит, у них нет надежды, что в начале мая они откроют этот киоск. Однако в областном управлении здравоохранения настроены оптимистично. Аптечный киоск в посёлке Первомайском намерены открыть 3 мая. Поэтому на постоянную работу нужен фармацевт. Аптечный киоск будет функционировать с 3 мая 2023 года. На сегодняшний день для обеспечения пациентов посёлка Первомайский организован выезд фармацевта еженедельно. Решение требуют и кадровые проблемы. В Восточном Казахстане сегодня не хватает больше 180 врачей. Медиков очень ждут в сёлах. Вячеслав Петлугин и Дмитрий Пыхтин. Усть-Каменогорск. Хабар-24. О событиях в мире. Взаимодействие стран в сфере энергетики, вопросах миграции и продовольственной безопасности обсудили в Турецкой Анкаре. Здесь прошло заседание Парламентской ассамблеи тюркских государств. Встречались главы парламентов Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Турции. Они обсудили дальнейшую работу организации. По итогам участники приняли анкаринскую декларацию. Следующее собрание Парламентской ассамблеи тюркских государств состоится в Азербайджане в следующем году. Полтора месяца назад в Анкаре состоялся внеочередной саммит организации тюркских государств. Там главы государств приняли важные решения, направленные на дальнейшее укрепление взаимодействия между нашими братскими странами. И мы, парламентарии, должны объединить наши усилия для реализации этих решений. Южной Кореи необходимы новые транзитные коридоры со странами Центральной Азии. Перспективы сотрудничества в сфере логистики обсудили участники конференции в Сеуле. Экономисты советуют Казахстану, Узбекистану и Кыргызстану соединить железнодорожные маршруты и расширить транзитный потенциал Каспийского моря. Эксперты также отметили большие перспективы морских портов Ахтау и Кыргызстану. На конференции предложено использовать в Центральной Азии корейский опыт и в развитии интермодальных перевозок. Самым успешным примером взаимодействия Кореи со странами Центральной Азии в транспортно-логистической сфере названо строительство большой автомобильной кольцевой дороги Балмата. В странах Центральной Азии отмечается низкий уровень эффективности логистики. В Корее этот уровень высок именно за счет таможенной эффективности. Наш опыт показывает, что как бы мы не увеличивали количество дорог и их протяженность, самое главное, наверное, все-таки эффективность таможенного оформления, обработки грузов. В этой части Корея может сотрудничать с Центральной Азией. Меняется геополитическая карта мира. Страны Центральной Азии не находятся под санкционным давлением, но они должны учитывать международную ситуацию. Плюс неспокойный Афганистан. Странам необходимо лавировать в этой ситуации, преодолевать определенные барьеры и при этом обеспечивать устойчивое развитие в стране. Водные просторы остаются во многом неизученными, говорят исследователи, и ищут новые виды рыб и морских животных. Инициативу назвали «Перепись океана». Подробнее об этой программе расскажет Сандугаш Байгуаныш. Международная группа ученых запустила проект по выявлению 100 тысяч новых морских видов в ближайшее десятилетие. Программу основали британские и японские исследователи. Они проведут экспедиции в самых разных точках океана. Люди слишком сосредоточены на космическом пространстве, однако мало что известно, что под нашими ногами, океаном. Вот почему так важно привлечь внимание к океану посредством этих новых открытий. Это подводный аппарат, способный погружаться на глубину до 4,5 тысячи метров. Именно с его помощью специалисты будут искать морских обитателей. Субмарина будет транслировать видео в формате 4К. Это позволит ученым наблюдать за научной экспедицией сквозь толщу воды. В исследованиях задействуют также дайверов и глубоководных роботов. Специалисты пытаются работать максимально быстро, пока изменение климата не привело к гибели множества морских популяций. Мы движемся к повышению глобальной температуры. К 2030-му она поднимется на полтора градуса. Такими темпами количество кораллов в мире сократится более чем на 90%. Если мы не сможем радикально сократить глобальные выбросы углерода, коралловые рифы не выживут. Отмечу в последний раз, перепись населения океана проводилась с 2000 по 2010 год. Тремя тысячами исследователей из 80 стран. Тогда обнаружили больше тысячи новых видов. Проведено более 500 экспедиций. Составлен набор карт, опубликованы три книги и более 2600 научных статей. Вдобавок ученые создали единую базу данных по морским обитателям. Сандугаш Байгуаныш, Хабар 24. Работники перуанской газовой компании обнаружили мумию в окрестностях столицы страны Млимы. На сверток с останками древнего поселенца наткнулись в ходе работ по установке газовых труб. Археологи почитали возраст мумии примерно 600 лет. Причем это не первая историческая находка работниками компании. За последние десятилетия перуанские газовики обнаружили почти 1700 объектов и экземпляров, представляющих ценность для археологов. На современной территории страны существовали десятки древних культур. Только в столице Перу насчитывается около 400 руин. У нас есть около 400 археологических памятников в городской черте. Люди, которые раньше жили в этих местах, были похоронены в окрестностях, где живем мы сейчас. Калида, газовая компания, раскопала почти все улицы Лимы, когда строила газораспределительную сеть. Таким образом, они постепенно раскопали всю древнюю историю столицы. На Хабар 24 новости мы продолжаем. Проблемы субсидирования, ирригации и нехватки пастбища обсудили сенаторы и сельхозтоваропроизводителями области ЖТСУ. В регионе больше 140 тысяч гектаров поливных земель. Общая протяженность всех ирригационных сетей превышает 7 тысяч километров. Большая часть из них сильно изношена. Сейчас принята программа по этапной реконструкции гидросооружений, но для этого необходимо серьезное финансирование. Вместе с тем, кроме производства сахара и переработки сахарной свеклы, нужна поддержка по выращиванию и других сельхозкультур. Например, кукурузы. Эта культура долгое время была визитной карточкой региона. Однако для поддержки аграриев нужны субсидии. Для крестьян это самый больной вопрос. Созданный веб-портал Госагра не справляется со своей функцией и дает постоянные сбои, утверждают сельчане. За счет того, что крестьяне не могут получить возмещение по ставке рефинансирования, по кредитам и лизингу, они вынуждены оплачивать 100% кредитной ставки годовой. То есть в некоторых случаях это доходит до 27% годовых. И на данный момент крестьянам очень тяжело обслуживать как основной долг, так и выплачивать процентные ставки. Очень много проблем поднимают аграрии. Мы обсудили ряд из них. Это аграрный регион, поэтому все вопросы, касающиеся сельского хозяйства, здесь должны решаться. В частности, в сфере переработки. Область всегда была в авангарде. С учетом этого мы взяли на карандаш все предложенные идеи. Будем работать в этом направлении. Почти 50% субъектов малого и среднего бизнеса Ахмолинской области возглавляют женщины. Больше 300 успешных предпринимательств со всех регионов страны съехались на форум. Участницы мероприятия не только рассказали о своих достижениях, но и обсудили проблемные вопросы. Подробнее расскажет Аслан Абуталипов. Сабира Бекожина из Зеренинского района сегодня руководит крестьянским хозяйством, где более 2000 гектаров пассивных площадей и свыше 500 голов скота. Первые шаги в бизнесе она сделала 25 лет назад. Сегодня в аграрном секторе региона предприятиями руководят более 300 женщин. Надо женщинам развиваться. Много людей же в деревнях сидят люди. Они не работают и их не заставишь работать. Надо как-то вот их заинтересовать, чтобы они больше входили в эти программы, чтобы больше кредитовались, больше развивали. Самое основное, чтобы они работали. Поэтому главный вопрос на повестке дня – развитие женского предпринимательства. Особенно нужна поддержка женщинам сельской местности, говорят участники форума. Сегодня доступны безвозмездные гранты и льготные кредиты. Займы на полмиллиарда тенге уже получили 112 жительниц села. Также большие надежды возлагаются на новый проект «Одно село, один продукт». Есть идея, так скажем, дать старт проекту под названием «Улица ремесленников». То есть что он будет в себе содержать? Непосредственно женщины, предприниматели будут работать в неком кооперативе. И всю свою продукцию посредством нашего сопровода мы постараемся сбывать по хорошей, приемлемой цене, не только по Казахстану, но и выводить на экспорт. На форуме самые успешные и креативные предпринимательницы рассказали о своем опыте, ошибках и достижениях. Отдельно рассмотрели перспективные бизнес-идеи и пути их реализации. Как отметили бизнес-вумен, сейчас они нуждаются не только в господдержке, но и новых знаниях стимулирования и содействия со стороны государства и экспертов. Аслана Буталипов, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область, Хабар-24. В Шимкенте прошли масштабные оперативно-тактические учения. Спецподразделения сразу нескольких министерств и ведомств отрабатывали на практике сложные сценарии в случае террористической опасности. Журналисты впервые смогли так близко наблюдать за ходом военных действий. Екатерина Попкова поделится впечатлениями. Обычный солнечный день. Жители микрорайона Актаз, что в пригороде Шимкента, наслаждаются красотой и прохладой. Но неожиданно тишину прерывают автоматные очереди. За считанные минуты полевой учебный центр оцепили десятки людей в форме. Прибыли бронированные автомобили, военные вертолеты. Оказалось, территорию захватили террористы. Такую легенду придумали для участников масштабных республиканских учений. Эта картина как из настоящего боевика. Все условия учений приближены к реальным. Неспокойно здесь даже в воздухе по сценарию террористы спрятались. Вот в этих домах службам предстоит найти их и дать отпор. Главное, не должны пострадать мирные жители. В сценарии военные режиссеры разделили на несколько частей. Здесь, например, противник пытается нарушить государственную границу. Но получается крушительный удар. Дальше захват административного здания с заложниками. Тут же съезжается военная техника. Силы и навыки демонстрируют служба специального назначения А. И отряд Сункар. Враг повержен. Мы объединили силы и средства практически всех специальных подразделений государственных органов. Это и СНА, и комитеты национальной безопасности, и спецподразделения МВД, нацгвардии. Службы государственной охраны. Вновь недавно образованы силы специальных операций Министерства обороны. Впервые для представителей масс-медиа провели семинар-тренинг с отработкой навыков освещения событий в горячих точках. А также соблюдение мер безопасности в зоне антитеррористической операции. Я считаю, что мы должны готовить пул профессиональных журналистов, которые смогут работать в таких вот сложных условиях, экстремальных. Я считаю, что необходимо отработать этот механизм взаимодействия силовых структур журналистов. В данном сегодняшнем мероприятии было освещено разные аспекты. Как особенности тактики имеются в целом. То есть проникнутся, кто такие заложники, кто такие, условно говоря, террористы. Какая важность имеется в работе государственных органов, координации их спецподразделения. На масштабных учениях все террористы были обезврежены, заложники не пострадали. Такой театр военных действий показал, от слаженности работы всех подразделений зависит большая часть успеха. Специалисты говорят, в случае опасности реальной, казахстанские военные смогут своевременно отразить угрозу. Катерина Попкова, Самат Нагашбекулы, Шемгент, Хабар, 24. Как влияет демографическая ситуация на экономику страны, обсудили эксперты и участники Международной научно-практической конференции в Алматы. Среди обсуждаемых тем демографическая устойчивость Казахстана, развитие человеческих ресурсов и влияние социально-экономических и этнокультурных факторов на городскую и сельскую среду. В работе форума приняли участие представители госорганов, бизнеса, общественных организаций, зарубежные и отечественные ученые. Я думаю, проблема серьезная, поскольку сама по себе проблема демографии, она на сегодня должна определять все тело движения любой экономики, любого правительства. Потому что, например, планирование должно исходить из количества населения. Какое будет население в 30-м году, какое население будет в 50-м году. Это очень сложная проблема, и прогноз составлять очень сложно. С начала года по линии государственно-частного партнерства в Казахстане заключено более тысячи договоров в различных сферах, в том числе медицине и дорожной инфраструктуре. Общая сумма договоров свыше 2 триллионов тенге, половина из которых это частные инвестиции, заявил на брифинге представителя казахстанского центра ГЧП. В образовательный сектор будет направлено 200 миллиардов тенге. На эти средства планируется дальнейшее возведение школ и оснащение учебных кабинетов. Отмечается, что за последние два года, благодаря механизму государственно-частного партнерства, в стране было создано почти 60 тысяч ученических мест и 10 тысяч мест в дошкольных организациях. В Казахстане обсудили вопросы воспитания подрастающего поколения. Совещание с участием министра просвещения Гани Бесимбаева проходило в Казалинском районе. К разговору в онлайн-формате подключились и руководители школы области. О чем договорились педагоги, расскажет Кристина Алмазхаза. В Казалинском районе Внешние поколения альфа-зер-бета, родители, рожденные в 70-х, 80-х, 90-х годах прошлого столетия, зачастую не могут найти общий язык со своими детьми. Они не понимают друг друга. Отсюда конфликты. Наша задача найти новый подход к воспитанию современных подростков. Арт-кружки и спортивные секции должны стать доступнее для школьников. Тогда дети будут заняты полезным досугом, и времени бесцельно слоняться по улицам не останется. В подтверждении сказанного, в селе имени Урмаша Туктибаева, герой Советского Союза, сдан в эксплуатацию современный спортивный комплекс на 200 мест. В прошлом году на развитие Казалинского района было выделено 29 миллиардов тенге. В этом году намерены направить уже 30 миллиардов. Одна за другой социальные проблемы и пожелания сельчан будут решаться. Уверен, этот спорткомплекс станет еще одним шагом в воспитании подростков и принесет много радости всем местным жителям. Главный педагог страны также ознакомился с работой образовательных учреждений Кармакшинского и Желагашского районов. А школе в селе Тан передан новый автобус для перевозки учеников. Кристина, Москва, Захан, Алиевка, Злординская область, Хабар, 24. Культура спасет мир, если мы спасем культуру. Эти слова стали главным посылом участников третьего международного форума «Великий шелковый путь» – путь диалога. Мероприятие объединило больше 200 талантливых школьников Алмата. Через танцы, музыку и песни они знакомили участников форума с яркой палитрой культурного наследия этносов, живущих в Казахстане. Главная цель этого события – сохранить историческое наследие. Я очень рада, что проводятся такие форумы. Это сближает народы и просто начинает народ быть дружнее. В нашей стране все живут в мире, в достатке русские, казахи, узбеки. Этот форум, он, безусловно, служит тому, чтобы воспитывать в детях толерантность, воспитывать взаимное уважение. То есть одни дети смотрят на других, они показывают то, что сами умеют. Потом здесь буйство красок. Понимаете, мы видим здесь и традиции, и видим здесь и современность. И мы закладываем сейчас новые традиции руками и головами вот этих детей и их наставников, которые все это организовали. В столице прошел первый фестиваль по спортивному скалолазанию для детей с аутизмом. Организаторы назвали его «Вершины без границ». Цель – развить физические способности участников и привлечь внимание общества к проблемам детей с особыми потребностями. Преодолеть вершины скалодрома предлагалось как детям, так и их родителям. Добавлю, сегодня в стране, по официальным данным, более 7 тысяч детей с аутизмом. Целью этого фестиваля является то, чтобы многие родители, общество поняли, что такие дети, они очень талантливые в спорте, и можно таких детей развивать в разных видах спорта. Именно на скалолазании дети учатся координации, концентрации и чувствуют свое тело. Это самый лучший вид спорта. Из завершения выпуска «Вековой юбилей» отметил участник Великой Отечественной войны полковник в отставке, воин-пограничник Николай Таратонин. Чествовали ветерана Балмата. В 41-м году он добровольцем ушел на фронт. После окончания войны стал курсантом Алматинского пехотного училища. Затем долгое время служил на границе. Каждый год, 9 мая, родные фронтовика собираются вместе, чтобы поздравить с победой и послушать его рассказы. Юбиляра поздравили коллеги-пограничники, представители Министерства обороны, воспитанники военно-патриотического клуба «Жас-Арбас» и Республиканского совета ветеранов. Мы гордимся, что среди нас есть такой пограничный ветеран, доживший до наших счастливых дней, до такого солнечного дня. Николай Александрович у нас добровольцем ушел в Великую Отечественную войну, провоевал и за этот период, за время войны, он трижды был награжден Орденом Отечественной войны и два Ордена Красной Звезды. Я думаю, Николай Александрович еще долго проживет, еще будет с нами и дай Бог кому здоровья. К этому часу у нас все. Напомню, все наши новости доступны также на нашем сайте 24.kz. Всего доброго.